Всем привет! Говорит и показывает Анна Абрагинская. Эта серия обучающих видео создана специально для проекта Бисерный Ликбез при поддержке компании Свестразы, официального дистрибьютора Сваровски в России. Наша цель помочь вам использовать кристаллы и камни Сваровски в украшениях, созданных из бисера. И сейчас мы рассмотрим оплетение в форме квадрата. Я решила немножко упорядочить информацию, тем более, что в квадрате это получается очень удобно. Как я уже рассказывала в предыдущем видео с оплетением в форме треугольника, наши расчеты и форма оплетения зависят от двух чисел. Первое, это сколько делек находится в нашем наборном ряду. И второе, когда мы делим это число на количество сторон фигуры, что мы получаем в ответе. И у нас создались две группы, в которых в одной группе мы получаем четное число при делении наборного ряда. И вторая группа, в которой мы получаем нечетное число. И в этом видео мы будем отталкиваться именно от этого. Я не буду показывать отдельно каждый камень. Я покажу, как прибавлять в углах, для того, чтобы ваша фигура была правильной и оплетением красивой. Но начнем мы все равно с той группы, в которой находится самый маленький наш камень. Шатон СС 39, 8 мм. Следующий камень, это риволи 12 мм и риволи 16 мм. Что их объединяет? Здесь при оплетении мы используем 24 делики. Здесь подходящее число 32 и здесь 40. Во всех трех случаях у нас получается при делении на 4 четное число. 6 делик приходится на сторону квадрата, 8 и 10. Давайте попробуем. Начнем с первого самого маленького квадрата. Я отвожу 5 делик на сторону квадрата и одну на угол. Как видите, у меня здесь 5 бирюзовых делик и одна желтая. Желтая я выделяю угол. Повторяем набор еще три раза. Так выглядит наш наборный ряд. Как видите, 4 раза выделим угол. Теперь начинаем плетение. На каждую сторону приходится две высоких делики. После этого мы ставим угол. Для этого я набираю две делики, пропускаю одну внизу и захожу в следующую. Снова ставлю две делики. Нанизываю две для расширения в углу. Пропускаю желтую делику и захожу в следующую зеленую. У нас получилось три квадрата, которые разные по размеру. Но расширение в углу абсолютно такое же. И теперь мы проверяем, насколько эта квадратная рамка фиксирует наш камень. СС-39 фиксирует нормально. Если вы считаете, что недостаточно, то вы можете выйти во внутренний круг и добавить ряд пятнадцатых круглых. Наверняка это понадобится для риволи двенадцать миллиметров. Если хотите, вы можете соединить только вот эти угловые делики. Это создаст новую фигуру, близкую к кругу. Здесь можно поставить сваровский три миллиметра, либо перемычку какую-нибудь другую декоративную. Но этого уже будет достаточно. А для риволи 16 миллиметров можно ничего не делать. Можно продолжать плести. Следующее, на что вы смотрите, это нужно ли дальше увеличивать квадрат с внешней стороны. Либо вы можете сразу перейти к уменьшению. Опять же, здесь достаточно. Делики далеко-далеко за границами камня. Здесь тоже достаточно. А вот здесь я бы поставила еще ряд. Когда я буду делать этот ряд, то вот здесь вот я поставлю пару делек, не одну. Потому что это соответствует форме квадрата. Тому, как строятся углы в квадратных деталях. И потом уже перейду к уменьшению и завершу угол. Я решила подстраховаться и сделала ряд круглого. Теперь вы видите, как это выглядит. Мой камень будет совершенно точно зафиксирован. Вышла на внешнюю сторону. И сейчас я вам покажу, как делается угол в данном оплетении. Зашла в первую бисерину пары. Нанизала еще одну. Захожу во вторую бисерину. Подтягиваю. Моя делика становится посередине. И продолжаем плетение. На синем квадрате я хочу показать вам утяжки в углах. Я вышла в делике. Недалеко от угловой. Нанизала сваровски 3 мм. Это не обязательно должен быть биконус. Вы можете использовать любые другие бусины. И подтянула. Посадила камень. В углу. Между сторонами я проходила без добавления бисера в холостую. И это действительно не обязательно должен быть биконус. Вы можете взять даже 2,15 круглых и поставить их здесь. То есть единственное, что вам нужно учесть, это угол. Он не должен измениться после того, как вы поставили дополнительную фиксацию. Теперь наш камень будет совершенно точно зафиксирован. Я перехожу на внешнюю сторону. И делаю ряд так же, как в предыдущем квадрате. на сторонах квадрата ставлю по одной делике. В углу захожу в первую делику пары. Нанизываю еще одну. Захожу во вторую делику пары. Продолжаю плести по кругу. Для револи 16 миллиметров мы продолжаем наращивать стороны квадрата. Потому что пока его еще было недостаточно для того, чтобы начать уменьшение. Как это делается? Подходим к паре, которую мы добавляли в углу. Берем новую пару и заходим во вторую бисерину нижней пары. Обязательно расправьте новую пару и продолжайте плетение. Закончили ряд и поднялись на одну бисерину выше. Нового квадрата достаточно. Можно начинать уменьшение. И теперь в углу квадрата я ставлю одну делику в середине пары так же, как и на предыдущих образцах. По стороне квадрата продолжаю плетение, как обычно. На всех квадратах уже оформлены уголки. Мы закончили увеличение и фиксирование камня по внутреннему кругу. И теперь переходим к последнему ряду перед уменьшением. В этом ряду стороны мы продолжаем плести, как и раньше. В углу ставим отдельно две делики. Пока еще никак их не сводим. Можете выделить их другим цветом для того, чтобы потом не проморгать уменьшение. Я закончила ряд. Поднимаюсь в первую делику перед углом и не добавляя новые бисерины захожу в следующую. подтягиваю. У меня получается такой четкий угол плиту в мозаичной технике до следующего угла. и снова перехожу во вторую делику и подтягиваю. Вы делаете это одинаково на всех квадратах. Проплетаете до угла, соединяете две высокие делики и снова плетете до следующего угла. Когда ряд закончен, поднимаемся в высокую делику нового ряда. Добавляем новые. Когда мы подходим к углу, то перепрыгиваем от одной высокой делики к следующей. и подтягиваем наш угол настолько, насколько можем. В данный момент уже можно положить камушек внутрь и работать вместе с ним. Вам нужно продолжать уменьшать до тех пор, камень не будет зафиксирован. Здесь я ставлю одну делику. можно свести угол сразу, можно поставить между ними одну бисерину. Вы должны добиться, чтобы ваш камень не двигался внутри этой квадратной коробочке. Продолжение следует... оплетения оплетения закончено. И наш камушек зафиксирован. При оплетении риволи 12 мм мы добавили в уголках биконусы 3 мм. Сейчас они не дают камню очень близко прильнуть к оплетению. Это не помешает визуально, но на внешней стороне у вас могут быть проблемы со сведением угла. Поэтому вы можете поставить одну делику в уголке или одну пятнадцатую и продолжить убавление. Еще один вариант уменьшения с обратной стороны это ряд круглого пятнадцатого все то же самое что и с обычными риволи прием работает подтягиваем плетение укладываем наш бисер это все помогает зафиксировать камень еще больше проверяем насколько плотно камень сидит по плетению пока еще он может двигаться и можно сделать еще один ряд уменьшения в этот раз я уменьшаю не только за счет размера бисера еще и свожу две угловые бисерины вместе на этом камне получилось делать симметричную фиксацию то есть так же как мы начинали так же мы и закончили классический способ и теперь можно переходить к следующей группе SS 47 14 миллиметров и 18 разница в оплетении будет следующая на этих квадратах у нас нечетное количество делек на каждой стороне и мы будем делать начало такое же как в треугольнике то есть в конце стороны я буду ставить пару и потом продолжать плетение для плетения SS 47 нам нужно 28 делек в наборном ряду то есть это будет квадрат с одной стороной равной 7 делекам для 14 миллиметров нам понадобится 36 делек то есть соответственно 9 делек на одной стороне квадрата и здесь нам нужно 44 делек то есть 11 делек для каждой стороны квадрата замкнули 28 делек в кольцо ставим 3 делеки на стороне квадрата это забирает у нас 7 делек в наборном ряду и теперь ставим пару для расширения для угла и переходим к следующей стороне квадрата 4 соответственно для 14 миллиметров мы ставим 4 делеки до угла а на 18 миллиметрах 5 делек до угла наши квадратные рамки готовы и из-за того что мы в углах ставили пары вместо одной бисерины они чуть более жесткие квадрат более выражен он плоский для SS 47 этого достаточно и я могу переходить на уменьшение для риволи 14 миллиметров скорость прибавления тоже уже достаточная если продолжать в углах ставить пары то мой квадрат может начать изгибаться в другую сторону а мне нужно чтобы он наоборот уходил вниз поэтому я тоже введу либо медленное прибавление либо уже перейду на убавление технически это выглядит одинаково если вы помните нашу работу с квадратами и для риволи 18 миллиметров все то же самое вводить пару в углу я больше не хочу поэтому я тоже перейду на медленное прибавление и оно же подготовка к убавлению посмотрим что получится после дополнительных двух рядов которые могут быть как подготовительными к уменьшению так и продолжением увеличения проверяем еще раз как садятся наши камушки в квадратную рамку здесь совершенно точно можно начать уменьшение здесь точно так же и даже здесь делики далеко за границей камня и уменьшение не помешает камню сохранить квадратную форму оплетения при работе с риволи 18 миллиметров мне сейчас придется изменить порядок работы в убавлении почему потому что если делать стандартно так как мы делали во всех остальных образцах сейчас соединение две делики то получившаяся коробочка будет маловато для камня он начнет ее распирать увеличивать дальше нет смысла потому что это еще три ряда только для увеличения а потом еще обратно идет сборка поэтому если ваша коробочка почти почти подходит к камню вы можете не сразу увеличить вы можете не сразу уменьшать как это делается в той точке где вы должны свести две делики вы ставите одну тем не менее увеличение у вас прекращается вы остаетесь на том же самом размере но высота стенки увеличивается то есть перед уменьшением вам нужно будет ввести после этого ряда еще один ряд и только потом начать уменьшать так выглядит полный ряд если положить внутрь камень вы видите что коробочка получила стенки и перед уменьшением нужно сделать еще один ряд и его уже уменьшать утягивать в углах я меняю цвет в углах не меняя плетение ставлю делику до угла и делику после и в следующем ряду уже их буду утягивать убавление мы делаем так же как и раньше проходим две делики вы видите сейчас как выглядит наша коробочка у нее просто чуть более высокие стенки ряды убавления вы делаете такими какими позволяет сделать их камень здесь и здесь расстояние между деликами было уже таким что свести их вместе чтобы получилась узкая пара как было здесь невозможно поэтому я поставила делики и здесь тоже ориентируйтесь смотрите на ваш камень если говорить в общих чертах об оплетении камней сваровски в форме квадрата у вас есть два варианта когда при делении начального ряда наборочного на количество сторон фигуры у вас получается четное количество тогда над последней бисериной стороны вы ее отводите на угол вы ставите пару прибавлений и так сделаны все образцы верхнего ряда то есть это 8 миллиметров 12 и 16 и второй вариант когда у вас на каждую сторону уходит нечетное количество тогда вы ставите пару между сторонами для образования угла дальше в зависимости от того насколько зафиксирован ваш камень вы можете либо ввести ряд круглых пятнадцатых либо какими-то фиксаторами зафиксировать углы не давать им расходиться иногда вам ничего не нужно делать рамка сама фиксирует камень замечательно дальше при убавлении иногда когда расстояние между деликами которые нужно свести слишком велико можно поставить опять же делики потому потому что это не треугольник это квадрат мы не обязаны каждый раз делать быстрое убавление о типах убавления читайте у меня в блоге второй вариант вы можете также использовать круглый пятнадцатый и если ваша коробочка в принципе достаточно по ширине и вы не хотите больше прибавлять вы можете сделать один ряд для увеличения высоты стенки коробки мне это понадобилось только в ривале 18 мм потому что я не хотела увеличивать еще раз это бы сильно увеличило основу для остальных камней это не понадобилось но вы можете использовать этот прием для широких камней не для ривале Сваровски желаю вам творческих удач пробуйте находите свои приемы всем пока